Приветствую вас, я дам вам обратную связь на некоторые моменты, которые мне показались, так сказать, важными. Вот, я надеюсь только, что вы обратите на них своё внимание. Во-первых, по ощущениям, по тому, что вы описали, мужчина больше похож на человека, именно, так сказать, расчётливого, именно того, кто привык рассчитывать свои финансы, именно на того, кто к деньгам относится. Ну, таким образом, что для денег нет родных, да, для денег нет своих людей, то есть, вне зависимости от того, что перед ним, да, он всегда будет к деньгам относиться по-особам, вот. Такой тип людей есть, такая профессия есть, это не жадность, это просто точка зрения или мировоззрения. Вот, с другой стороны, вы, в принципе, сами, как мне кажется, могли бы поговорить с ним об этом, да, поговорить с ним об этом и спросить у него конкретно, конкретно, спросить у него конкретно, что, как бы, такое, почему он вот так, значит, к этому относится. Вот. Вот. То есть, на жадность это не похоже. Вот. Больше похожее на то, что человек, и просто бережно относится к деньгам. Вот. И придает им такое особое значение, в плане того, что хочет, чтобы партнер тоже вкладывался в отношения с деньгами. Вот. Вот. Это не плохо и не хорошо, это, ну, просто вот такая данность, скажем так, да, просто вот такое отношение у человека к этому. Далее, вы слишком активны в отношениях с ним, и мне кажется слишком инициативным, и он видит в вас силу. Он не чувствует вас, скажем так, ну, слабость, да, он не чувствует, что вы готовы, например, положиться. На него. Вот. То есть, вероятно, вы поставили себя таким образом, что только если вы попросите, только если вы попросите, что-то у мужчин, он вам это даст, а во всех остальных случаях он этого не даст. Ну, во всех остальных случаях он вам этого не предоставляет, ему это просто в голову не приходит. Вот. Так это да выглядит, по крайней мере. То есть, да, вот ваша такая чрезмерно активная позиция, ваша такая чрезмерно инициативная позиция, она, конечно, вредит в определенной степени. Вот. И, возможно, будь вы немножечко более пассивные, было бы лучше. Но здесь, опять же, момент, насколько вы сами, ну, вот, чувствовали бы себя комфортнее, да? То есть, насколько вы сами в более пассивном, в более пассивной форме поведения чувствовали бы себя естественным. Это вопрос и, на мой взгляд, на мой взгляд, имеет смысл на это обратить ваше внимание. Вот, потому что, если вам, ну, например, не по себе, да, если вам будет некомфортно, то, я думаю, и не нужно, и не нужно в таком случае вам становиться более пассивной. Вот. Значит, вас напрягает такое отношение к деньгам, как я понял и увидел потому от счастья, что вы судите по себе. То есть, вот, у вас есть свои ценности, вы готовы за, ну, за всё платить, если не за всё, то вы готовы за мужчину платить. Вот. И поэтому вас напрягает. Я так думаю, потому что в вашу систему ценностей не укладывается, не укладывается то, что делает человек, а для него это вполне нормально. Вот. Поэтому, надо бы здесь, конечно, разобрать вот этот момент, да. Момент того, почему вас это напрягает. Именно. Чем вот это напрягает, и чего вы боитесь. Вот. Как вас конкретно задевает то, что мужчина относится к деньгам. Так. Следующий момент, это, а, возможность, а, и, соответственно, невозможность, принять подарки. Принимать подарки. В этом плане вы себя обесцениваете, но так просто от обесценивания отказаться вам будет нелегко, потому что вы привыкли. Вот. А, вы привыкли... А, вы привыкли... А, отказываться. Вы привыкли, вы привыкли отказываться от подарков. От подарков. Вы привыкли... Ну, не принимать... Подарки. Вот. А, и... Проблема, на мой взгляд, за... Включается в том, Что... Вы боитесь обязательств. Вы боитесь обязательств. Вы боитесь быть должной. И, как я думаю, именно из-за этого, именно из-за этого, вы не можете, собственно, принимать подарки. Вот. Поэтому... С более... Таким... Аутентичным, если угодно... А... Принятием... Того, что... Того, что... Делают для вас люди. Того, что дают вам люди. А... Можно и нужно работать. Ну, вот. Ну... Собственно, это проблема. Что вы, вот, говорите, что нет, не надо было на меня тратиться, слишком... Дорого и так далее. Это, в общем-то, обесценивание себя. Как вы... Правильно догадались. Вот. Что касается... Того... Как будет измененный бюджет. Здесь исключительно только... Через... Ну, я бы сказал... А... Через... Эм... Обсуждение. Через обсуждение. Через диалог. Через... Через контакт. Вот. По-другому не получится. Потому как... Все-таки вы должны... Сами вместе договориться об этом. Вот. Но. Но. А... Есть и другой момент. Есть и другой момент. Есть и другой момент. Эм... Насколько вы хорошо понимаете своего... Эм... Мужчину? Эм... Почему у вас... Эм... Присутствует... Эм... Эм... Столь явное... Не побоюсь этого слова, да? Эм... Эм... Столь явное... Эм... Эм... Столь явное планирование. Да? То есть вы планируете... Эм... 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 Жить вместе... Эм... 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 Но... Совершенно не факт, что вы будете вместе. Что-то мне кажется, что... Такая вот излишняя расчетливость, она не делает вам плюсов, она не делает вам погоды, вот, и мне кажется, что вы сами, в общем-то, несколько расчетливо подходите к отношениям. Вы сами думаете наперед, вот, то есть в чем обвиняете мужчину, условно говоря, да, в чем его подозреваете, собственно, тоже делаете и вы, вот, и в этом смысле мне кажется очень-очень важно спросить себя, как вы относитесь к человеку, да, в целом, вот, какие у вас чувства и что между вами общего, вот, и вот вы говорите, что он приходит к вам в гости с пустыми руками, а почему вы считаете, что он не должен приходить к своими руками, да, то есть, как бы, опять же, это ваше ожидание, ваше представление, условно говоря, о том, как все должно быть, и мне кажется, что вы имеете на это право, безусловно, но мужчина, он такой, как он есть, вы либо принимаете его таким, какой он есть, либо нет, и вас никто не заставляет быть с ним, условно говоря, насильно, да, вот, но если вы с человеком в отношениях, то, ну, в таком случае вы его принимаете, да, вот, с другой стороны, нет, нет ощущения, что вы, вот, прям, н-м-м, очень друг другу доверяете, нет ощущения, что вы друг другу, прям, так вот, так вот, это Graham и про армию Вот, я могу ошибаться, конечно, но такое у меня сложилось впечатление. Вот. Давайте теперь пройдёмся по тексту сейчас. Так, странная для меня ситуация, да, пытаюсь понять, кто прав. Никто. Каждый прав по форме. Полгода назад я начала отвечаться с парнем. Ну, смотри, полгода назад это маленький срок. Опять же, вы не говорите свой возраст, но полгода назад это мало. У нас замечательные отношения, кроме одного. Мне кажется, при шиместве немного расчётливым, что ли. И что там плохого? Вернуй пока пору, он со своими родителями, я со своими. Годчик ко мне приходит всегда с пустыми руками, редко предлагаю сюда купить. А должен? Опять же, разный вопрос возникает. А должен? То есть, как вы воспринимаете подобные покупки? Что они для вас? Правда, если я во скрытую выскажу ему, то в холодильнике пусты или готовке неохота, он не скупится, покупает суши-суши или пиццы. Ну, то есть, как бы, это не жадно, да. То есть, это просто вот такой вот практичный подход. Недавно ездили с ним на две недели отдыхать на Кавказ, дня за четыре и отпуска я сказал, что у него закончились деньги. При том, что меня не шоковали, я тоже платил по шестам. Ну, здесь, опять же, не должны понять контекст, да, то есть, то, что вы говорите, это просто слова. Вот, это вот в буквальном смысле это просто слова. То есть, это, это просто, с всего стороны, это просто слова, то есть, да, он может, как врать, он может, как врать, то есть, он может, как говорить неправду. Так может это и действительно быть так. Вот, но мне, опять же, мне, опять же, кажется, опять же, что вы можете только определить, насколько это правда. Да, насколько правда, вот, то, что он, человек, говорит. Мне кажется, что никто, кроме вас, этого наверняка знать не может. То есть, если у него закончились деньги, есть для вас основания ему не верить. Если у вас есть основания ему не верить, то какие основания? Дальше. Тогда я начала полностью оплачивать все экскурсии, питания и развлечений. Ну, вот, опять же, к вам вопрос, опять же, вопрос к вам. Почему? Почему вы это сделали? Почему вы решили все оплачивать сами? Понимаете, то есть, вы же понимаете, вы же, ну, не можете не знать, что это, такое позитивное подкрепление позиции человека. Это вот в натуральном смысле позитивное подкрепление его, ну, его действий, его поступков. Вот. Это вот, это в натуральном смысле позитивное подкрепление. То есть, вы взяли и позитивно подкрепили его, эм, точку зрения. То есть, у меня деньги закончились, значит, она, она, она может оплатить. Да, она, она оплата. Вот. Ну, то есть, все. Взяли и подкрепили. Эм, так, эм, накупили вкусности его и мои родни, опять же, залга, мой счет. С этого он принял, как должное, а не должен был принимать, как должное. Эм, не пытался купить себе меньше, брал столько же, сколько, эм, столько же, эм, брал столько же, сколько из-за, сколько я. А, не должен был. Представляю себе, он умер с себя на его месте, понимаю, что я бы себя вообще покупал, а по минимуму этого, у меня закончились деньги. Ну, это вы, вы здесь сравниваете себя с ним. Эм, такое ощущение сложилось, он подсчитывал, сколько потратил он и сколько я, и в определенный момент у него закончились деньги, чтобы я потратил не меньше его. Ну, это, скорее, скорее ваше, эм, подозрение из-за, эм, такого, акцентированного немного, эм, отношения к деньгам. То есть, может быть вы и правы, конечно, может быть вы и правы, эм, но, доказательств у вас, эм, нет. Именно доказательств у вас, у вас нет, что это так, а, соответственно, что у вас есть, это, эм, просто вот, такие, эм, предположения, предположения, просто предположения, вот, которые могут быть правдой, а может быть и нет. Вот, и, на мой взгляд, вот то, что вы подозреваете, э, его это уже говорит о том, о том, что, э, между вами нет доверия, с довериями, с вами нет, э, э, доверитель, ну, доверительных отношений, вот. Мне, мне кажется, что это куда более, э, важно. То есть, вы, человек, просто не понимаете, вы не понимаете, почему он так себя ведет, вот, а он вам не говорит, не говорит. То есть, вы, либо, э, не разговаривали на эту тему, и не проясняли это, вот, либо, он от вас это скрывает, ну, по какой-то, по какой-то причине, по какой-то причине, одному ему, э, э, ведомости, ведомости, вот. А, дальше, естественно, на один момент, мы покупали чай, э, родни, одну местную, дал себе три вида. Я себе три вида удастся в разные пакеты, он указал на свой пакет, спросил, сколько за это. Мне, когда это напрягло, я спросил, сколько за все, я платил весь наш чай. То есть, он изначально не собирался платить за мой чай, это не бешеные деньги за весь чай, и вышел на пятьсот эр. Ну, здесь вы, опять же, во-первых, не говорите, почему вас это напрягает. То есть, нужно, нужно объяснять, почему вас это напрягло вообще. Дальше, почему вы проявили инициативу, то есть, тем самым, э, перебили, перебили инициативу мужчины, и не позволили ему ощутить, э, последствия, э, своих, своих действий. Вот. Э-э-э-э-э, и да, он может быть не в финансе платит, но это, опять же, его право. Я у тебя нашёл с собой карточку и наличку, пусть в кармане не было ни разу зазорим в наших отношениях. Я всегда предлагаю заплатить за то, за что бы то ни было, иногда он доглашается, иногда платит сам. Ну, в общем-то, да. Опять же, я не вижу пока ничего, как бы, плохого в этом. То есть, то, что вы описываете пока, то, что вы описываете, это норма. То есть, это в рамках нормы. Вот. И я не увидел в его действиях, например, проявление жадности. Вот. Я увидел, да, расчёт, расчёт, да, есть расчёт, есть расчёт, это правда. Есть такая вот, ну, как сказать, практичность, да, ну, в отношении к деньгам, есть практичность. А, плохо ли это? Да нет, неплохо. Мне кажется, что неплохо. Просто вы это не обсудили. Вот. Просто вы не понимаете консекции. А, на мой взгляд, у вас есть вот страхи, которые, собственно, очень-очень мешают. А, так, значит, опять же, вы судите по себе. С другой стороны, не купил нехороших подарков на Новый год. Правда, я отреагировал неадекватно. Наверное, говорят, слишком дорого. Не могу принять. Ну, здесь такое ощущение, опять же, что вы, вот, ну, большое отношение продаёте, всё-таки, вот, материальным каким-то историям. Себе покупают только хорошие вещи и не скупиться на родных ему людей. Здесь ощущение, что вы сравниваете с другими. В кино с ним ходим на первый ряд, там билеты туда по 100 рублей. Говорят, что так, за те же деньги можно смотреть трех фильмов, а не один. Практичности, здравый смысл или жадность. Ну, пока всё указывает на практичность. Человек просто не хочет переплачивать. И, в общем-то, я бы сказал, что это, на данный момент, пока что это, скорее, хорошо, чем плохо. Я не вижу никакого вреда вам, ну, такого вот глобального, да, я не вижу вреда вам. Вот. И я вижу, ну, пока только польза от того, что он делает. То есть, я вот, ну, опять же, просто в алфе напрягает. Вот. При жадности, вы бы почувствовали определенный негатив и определенную ущемленность. Как разобраться в этом финансовом вопросе? Я бы сказал, что разобраться нужно с вашими страхами, неуверенностью в себе и обесцениванием. Далее вы пишите. Можете перестать постоянно заставать кошелёк и пытаться за всё заплатить? Да, возможно, но вы почему-то это делаете. Начать периодически забывать деньги дома? Да, но вы почему-то это делаете. Вы почему-то не забываете. Кроме того, если вы резко измените свое поведение, ну, молодой человек вас примет это негативно. Потому что за полгода он уже к вам такой привык. Поэтому здесь очень важно для себя определить, а насколько естественно вы себя вели. Дальше. Дальше. Спокойно принимать любые подарки. Вы не сможете спокойно принимать любые подарки, потому что это проблема восприятия. Простите в открытую, чтобы кто-то купил чаю. Да, опять же, возможно, но, повторюсь, слишком резко перемена повлечёт за собой негатив. Сказать, что заскучилось процентовать него и не хочу на первый ряд скину. Опять же, что заходить не хотите, это можно и нужно говорить. Простите, куда-то меня отвезти, не тесняться, не тащиться на автобус, просто потому что неудобно его просить. Да, но вы не перестанете сняться вот так вдруг. Конечно, у вас там должны быть меры, но мой взгляд, сама виновата в сложившейся ситуации, слишком занято на себя, дала понять, что никто не обратится. Да, вы дали понять. Но ещё раз повторю, у этого есть свои причины, и причина не в молодом человеке. Я не пытаюсь сидеть на шее. Вот видите, вы сразу же разрешаетесь от возможных обвинений. Такие странные моменты, когда закончили деньги, напрягаются. Чем? Это не странные моменты. Это вполне реальная история. Это вполне реальная история, это вполне адекватные проявления мировоззрения человека. Понимаете, у меня были бы деньги, нифига не кончились. Опять же, вы судите по себе. Не знал бы я платить отдельно только за случай. Но почему, Ольга, вы судите по себе? Ведь люди разные. Я, скорее, рубайка, парень, последний от себя сниму, если надо, и возьму меньше, чем отдала, если или не возьму совсем. Но, опять же, это ваша позиция. Я вам надо сказать, вас уязвляю. А вам надо сказать, вас исчемляю. А позиции парня нет. Не считаю, что парень должен с себя вас оплатить. Ну и такая расширка мне тоже непонятна. Чётко, по ровну, как соседи. Ну, есть люди, которые на полном природе считают, что в деньгах родных нет. Когда будем жить вместе, как вы за семейный бюджет? Только через диалог и обсуждение откладывать. Одинаковые деньги на них жить. Ну, не знаю. Я думаю, что вы это решите, когда непосредственно будете либо обсуждаться местное проживание, либо будете уже жить вместе. Либо, если не получится, то обратитесь к семейному психологу для консультации. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!